Новый мемориал в Техническом университете встречают аплодисментами и поднятием флагов России и факультетов. Две 85-миллиметровых дивизионных пушки привезли в Самару с военного склада в Уфе. Орудия сняты с вооружения и стрелять уже не могут. Теперь это музейные экспонаты. Выпускать такие пушки начали в 43-м году, когда советская противотанковая артиллерия уже не могла справиться с тяжелыми бронемашинами немцев. Тогда по фашистским танкам стали бить прямой наводкой зенитками, а вскоре на их основе сделали артиллерийское орудие. Так как зенитная орудия все-таки приспособлена для того, чтобы стрелять по воздушным целям, оно было незащищено, имелось много лишнего оборудования, которое в принципе не нужно для ведения боя с танками, имело высокую базу. Поэтому сделали вот такой образец на базе вот этого 85-миллиметрового орудия. Пушки теперь красуются у входа в 7-й корпус технического университета. Выбор места не случайен. Здесь располагается инженерно-технологический факультет, который был основан в годы войны, чтобы снабжать кадрами эвакуированные заводы, которые выпускали взрывчатку и боеприпасы. Факультет и сейчас считается оборонным. Многое здесь держат в секрете. Ученые уже получили около сотни патентов. Научные исследования, которые проводятся здесь, тем или иным образом связаны с повышением обороноспособности нашей Родины. Это разработка систем вооружения, боеприпасов к ним и различных технологий, которые сопутствующие. Руководство факультета уверено, пушки, установленные у дверей вуза, помогут студентам, если не разгрызть, но пробить гранит науки и стать более дисциплинированными. Мне самое главное, чем чаще будут наши студенты видеть их, у них сразу появляется у ребят серьезность отношения к своему делу, ну и большое воспитательное значение. Когда мужчина знает, что он причастен к выпуску грозного оружия, он всегда серьезно относится ко всему. К сохранению памяти в опорном вузе относятся с особым трепетом. Ранее здесь открыли мемориал воинам-интернационалистам, установили памятник инженеру. Устанавливать мемориалы в техническом университете традиция. На территории вуза их десятки, вот один из них, зачетка и штык. На нем имена студентов и преподавателей, ушедших на фронт и погибших в первые дни войны. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова